Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Надежда в каждом кирпичике. В Горбацевичах открыли дом сопровождаемого проживания. Они начинают социализироваться, и это следующий этап для того, чтобы им можно было вернуть дееспособность. Кого примет загородная усадьба? Материнский инстинкт не сработал. В Могилёве остановили пьяную автоледи. Простите меня, я только получила права. Во сколько обошлась поездка горе родителю? Правда или фейк? В сети набирает обороты информация о мобилизации белорусов. Мобилизация, которая производится в Российской Федерации, к Республике Беларусь отношения не имеет. Кто искажает суть? А также пробный тест, болезненный укус и бескрайние поля. В Беларуси в самом разгаре посевная, на что делают ставку аграрии. Забота как фундамент. В Горбацевичах открыли дом сопровождаемого проживания. Уют, тепло и навыки самостоятельной жизни здесь обретут 9 воспитанниц Каменского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Проект – одна из важнейших государственных задач по социальной адаптации особенных людей. О радости каждого дня Татьяна Горбач. Агрогородок Горбацевичи. Дом сопровождаемого проживания забота гостеприимно распахивает двери для людей с особенностями развития Каменской школы-интерната. На открытии звучат теплые пожелания и слова благодарности. Не обходится без подарков. От Могилевского обл. исполкома – микроавтобус. От Министерства труда и социальной защиты – компьютер. Все, чтобы жизнь на новом месте была более удобной и комфортной. Такие дома строить и содержать можно только в той стране, в которой есть забота о людях, где есть сильная власть и сильная социальная направленность. Это не один такой дом у нас. Есть и другие дома, есть учреждения, где проживают люди с особенностями развития. А вот данная новая форма – это шаг вперед. В этом доме люди могут почувствовать свободу. Коттедж обустроен благодаря неравнодушным людям. Помощь оказала итальянская благотворительная компания. Региональный директор Чернобыльского фонда по правам детей Мольберти Рената искренне рад очередной встрече с подопечными Каменского дома-интерната. Львиная доля средств получена из госбюджета и от общественных организаций. В общей сложности в проект вложили более 103,5 тысяч рублей. Хочу выразить благодарность государству, что идет навстречу и разрешает развивать такие проекты с иностранными организациями. Хочу выразить благодарность своим коллегам по работе. Много усилий приложили к тому, чтобы благоустроить этот дом. Двухэтажный коттедж общей площадью 170 квадратов станет светлым шагом в самостоятельную жизнь для воспитанниц Каменской школы-интерната. 9 подопечных в возрасте от 27 до 53 будут жить в современных комнатах, собирать гостей за праздничным столом и просто радоваться каждому новому дню. Они начинают социализироваться и это следующий этап для того, чтобы им можно было вернуть дееспособность. И они стали жить как обычные люди, то есть полностью трудоустраиваться, заводить семьи, то есть вести нормальный образ жизни. Они будут находиться под небольшим патронатом. Это поможет узнать именно, как мы называем, взрослую жизнь. Они смогут вести свой быт, они смогут работать. Новоселы в восторге от современной кухни. Продумана здесь каждая деталь. К услугам проживающих – плита, холодильник, посудомойка, мультиварка, микроволновка и много других таких необходимых в хозяйстве мелочей. Можно и вкусный обед приготовить, и чайку попить. В Беларуси действуют 92 дома-интерната, 28 общего типа, 55 психоневрологического и 9 для детей-инвалидов. На их содержание тратятся значительные средства. Только за 2021-2022 год – 300 миллионов рублей. Социальная адаптация тех, кто проживает в этих учреждениях – одна из важнейших задач государства. И она может быть реализована только в спокойной, стабильно развивающейся стране, где на первом месте интересы человека. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Залила горе, а в Могилёве остановили пьяного водителя. В среду около полуночи наряд ДПС подал сигнал об остановке ФИАД. При проверке документов у инспекторов возникло подозрение, что автоледи выпивала. При этом на заднем сидении находились дети 3, 5 и 7 лет. Как пояснила женщина, она поссорилась с мужем и ехала к своей маме. А свидетельствование показало наличие двух промилле. Теперь женщине грозит штраф 6400 рублей и лишение прав на 5 лет. Очередная неудачная попытка раскачать общество. В сети набирает обороты информация о мобилизации белорусов. Повестки для получения мобилизационного предписания приходят и вправду. Однако недоброжелатели исказили суть. Дело в том, что все мужчины состоят на воинском учете. Каждый год в штатном режиме с учетом возраста начинается перевод из одного разряда в другой. По состоянию на 1 сентября на сборы отправлены 200 бобруйчан. Военный комиссиат работает в штатном режиме. Мобилизация, которая производится в Российской Федерации, к Республике Беларусь отношения не имеет. Мы направляли повестки, направляем повестки и будем направлять повестки для выполнения своих задач по предназначению в мирное время. Нужно понимать, повестки для мобилизационного предписания и для призыва на службу отличаются. Документ, который получают молодые люди по достижению 18 лет, не имеет номера. Он заверяется гербовой печатью и подписью военного комиссара. В тексте обязательно указывается цель вызова. Вручается лично под роспись. Туристический бум, туманный прогноз и неручной зверек. Ежегодно 20 тысяч белорусов обращаются к медикам с укусами животных. В чем самая большая опасность? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Посевная в самом разгаре. Белорусские аграрии уже засеяли 60% в запланированной площади. А это больше 900 тысяч гектаров озимых культур. Темпы значительно выше прошлогодних. Ставку делают на строгое соблюдение технологий. Тем временем продолжается и уборка кукурузы на зерно. Урожайность почти 73%. В стране уже с октября стартует первый этап репетиционного тестирования. Второй запланирован на январь-февраль. Третий пройдет с марта по апрель 2023. Уже определены 12 учреждений, 4 из них в столице. Подробности на сайте РИКС. В Беларуси набирают обороты туристические услуги. По сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 30%. Выручка с января по июль – 85 миллионов долларов. Востребованы гостиничные комплексы, агроусадьбы, базы отдыха и объекты общепита. Теперь главная задача – развивать сервис и совершенствовать инфраструктуру. Порядка 20 тысяч белорусов ежегодно обращаются к медикам после укусов животных. Чаще всего это взрослые. Самая большая опасность – заразиться бешенством. В любом случае требуется курс иммунизации. Благодаря своевременной помощи заболевание не фиксируется уже с 2012-го. В конце недели сохранится неустойчивая погода. Первый месяц осени оказался скуп на тепло и солнце. Октябрь тоже не обойдется без дождей и туманов. В ближайшие дни и ночью столбик термометра покажет всего плюс два. В светлое время суток максимально будет 12 выше нуля. Залог уютной зимы. В Могилевской области растет спрос на дрова. Только с начала года населению реализовано почти 137 тысяч кубометров. Необходимый запас в лесхозах сформирован. На складах – миллион кубических метров древесины при потребности в 600 тысяч. Приобрести топливо здесь можно по доступным ценам. Варьируется она от 8 до 10 рублей за куб. В Гортопе фиксированная стоимость – 9,53. Дрова мы получаем от нескольких лесхозов. Это Бобруйский лесхоз, Быховский, Кличевский, Глузский, Осиповический лесхоз. Дрова поступают смешанные. Это и береза, и сосна, и ель, и ольха. Граб бывает, дуб иногда приходит. Селение само приходит, выбирает. Мы привозим то, что они хотят. Предприятие может наколоть и распилить бревна. Продают как двух, так и четырехметровые. При необходимости готовы доставить дрова прямо к дому. Реализуют здесь и торфабрикет для водяного и парового отопления. За тонну нужно будет заплатить чуть больше 29 рублей. Олимпийцы постарше в парке культуры и отдыха в преддверии дня пожилого человека прошел спортивный праздник. Настроение обеспечил музыкальный коллектив детской школы искусств имени Текотского. Несмотря на то, что всем участникам соревнований далеко за 60, они демонстрировали незаурядную силу, выносливость, смекалку и творческие способности. В соревнованиях участвуют учреждения территориальный центр Ленинского района и Первомайского района города Бобруйска, Осиповичский районный центр социального обслуживания и Бобруйский районный центр социального обслуживания. Четыре команды. Скандинавская ходьба – это один из видов ходьбы, которая гармонично развивает человека, способствует расслаблению мышц всего человеческого тела, создавая хорошее настроение, формируя радость, улыбку, позитив на долгие-долгие годы жизни. Пенсионеры ловко обращались с мячом, играли в хоккей, состязались в дарце, мини-боулинге и разгадывали кроссворд. Накал борьбы здесь нешуточный. Болельщики активно поддерживали команды. Победу вырвали первомайцы. Но проигравших не было. Все получили мощный заряд бодрости и памятные подарки. Спонсоры торжества – «Красный крест» и «Легпромразвитие». Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!